Привет, с вами Эван и его цыгане, просто Эван, Эван Ярви, как хотите, так и называйте. Сегодня я хочу рассказать вам про свою гениальную, прекрасную, единственную в своем роде палитру акварели. Собственно, вот она, и сразу выкраски я прилагаю на фоне. Вся моя палитра умещается вот в этот маленький пенальчик от Pinox. Кстати, рекомендую брать именно Pinox, потому что помещается больше всего цветов. По крайней мере, обещается, что по месяце 12 влазит целая 21 полукювета. Разве это же не замечательно, а? Сейчас, конечно, здесь есть пара цветов, которые находятся на испытательном сроке, так скажем, и дальше я уточню, какие, а также просто уточню про палитру. На первый взгляд у меня можно, конечно, спросить, Эван, а куда ты дел зеленый цвет в палитре? Конечно же, я его забыл положить, вернее, я из него, из нее убрал этот цвет. По той простой причине, что я могу запросто намешать любой оттенок зеленого, который мне понадобится. Вот, например, сейчас я делаю себе яркую травяную зеленую по аналогу белых ночей. Чуть позже покажу выкраски аналога. И стандартную такую болотнисто-вредную зеленую. Замечательный цвет, который я всегда использую. В общем, как оказалось, использовать какие-то стандартные зеленые, это не совсем обязательно, поэтому я просто взял и запихал парочку цветов, из которых у меня получаются идеальные вариации. Для этих замесов я в основном использую желто-зеленый азамитин от Ван Гога, бирюзовую от Ван Гога, а также сиену жженую и немножко жженый умбру, либо умбру, смотря какой оттенок мне нужно получить. Собственно, вот я показываю аналоги из белых ночей, которые однопигментные, и замес, который ярко-зеленый, который мне просто не очень нравится, потому что он не такой прозрачный, как хотелось бы. На самом деле, цвета, получающиеся в смесях Ван Гога, мне нравятся гораздо больше, потому что, как минимум, я могу их варьировать, и я уверен в их светостойкости, в отличие от того, что предлагают белые ночи. Это я делаю так, просто для кучи более теплый темно-зеленый и более холодный темно-зеленый, потому что мало ли для кого это будет важно. Еще я по принципу нейтрализации смешиваю обычно нехватающие мне цвета, например, какой-нибудь чистый желтенький цвет, ну или, я не знаю, еще какой-нибудь цвет, типа я могу получить из фиолетового и зеленого, просто синий. Если рассматривать их вблизи, конечно же, видна какая-никакая разница оттенка, но Ван Гоговские выглядят более прозрачными на самом деле и более интересными, потому что, если сравнивать темно-зеленый от Ван Гога, получившийся и темно-зеленый изначально из белых ночей, то белые ночи выглядят довольно тусклые и грустно, но что поделать. А еще я имею потребность поругаться на синие оттенки, то есть синий кобальт от Пинокса, который почему-то выглядит максимально омерзительно, так как он просто высыхает каким-то странным белым налетом, будто в него замешали белил. А также ультрамарин от Ван Гога, потому что он высыхает какими-то мерзкими липкими пятнами, и это ужасно. Собственно, именно они у меня и находятся на испытательном сроке. Подозреваю, что как только будет возможность, я просто их заменю. На место ультрамарина, скорее всего, станет зеленый цвет, а на место кобальта станет кобальт, просто от другого производителя. Кстати говоря, рисовать я сегодня буду опять своего персонажа, потому что, опять же, ничего другого я, в принципе, особо-то и не рисую. Скетчбуки от Малевича. Мне очень нравится текстура бумаги в этом скетчбуке, и по сравнению с другими она довольно необычная, и это вдохновляет в нем работать. И раз уж тут начинается спидпейнт, я, пожалуй, начну рассуждать о том, почему именно такая палитра, которая есть. В общем, вот такой у нее состав. Можете ставить на паузу и посмотреть по номерочкам эти цвета у производителей указанных. И я ее подбирал по принципу палитры SMIC. Да, это не совсем логично, что у меня по большей части палитра состоит из дополняющих цветов, но тем не менее в ней все еще есть та самая база из теплых и холодных оттенков, которые, смешивая друг с другом и между собой, можно получить максимальное количество цветов. То есть основные шесть цветов, из которых мешается, можно сказать, абсолютно все. С моим выбором, пожалуй, разница только в том, что цвета холодного спектра у меня более утрированы и еще более холодные, чем они должны быть изначально. Но я не считаю, что это какая-то проблема, потому что из азаметина можно спокойно намешать вполне себе годные холодные цвета из спектра зеленых и всякого такого. А из более оранжевых как раз таки мешаются те самые оранжевые. Если что-то захочется смешать желтое, то я просто беру оранжевый с желтым и мешаю себе нормальный желтый. Так что с этой палитрой ее даже можно ужать, и я ничего из этого не потеряю. Хотя, возможно, у какого-нибудь академиста сейчас случится инсульт жопы, но, извините, я просто иначе не могу. И, к тому же, мне кажется, подгонять рисование под какие-то стандарты, что палитра должна быть только такой и никакой другой, это что-то странное. Да, она для каждого все-таки немножечко своя будет, и у нее будут какие-то критерии отбора базовые. То, что для хорошего смешения то-то, то-то и то-то, если смешивать вообще не хочется, то я наберу себе палитру из 120 цветов акварели и буду сидеть на дне, чахнуть и так далее. Ну, в этом нет ничего ужасного. Просто дайте людям свободу воли и выбора, и они, в принципе, сами решат, что им нравится, что им не нравится, что им нужно, а что нет. Хочу еще так, между словом, впихнуть свое мнение по поводу именно бумажки от Малевича в этом скетчбуке. По-моему, они закупают у каких-то итальянцев бумагу и делают скетчбуки уже в России, но ни суть не так важна. С этой бумаги очень плохо вымывается цвет, вернее, он вообще не вымывается. Как вы положили акварель пятном, так она и останется, если высохнет. Вы не сможете как-то отмыть ее, размыть как-то краешки и, в общем, как было, так и будет. Но я не считаю, что это недостаток бумаги. Скорее всего, нужно просто привыкнуть как-то с ней работать, но за счет ее текстуры я прощаю ей любые сложности и огрехи работы с ней. Она так ведет себя, на самом деле, не только с акварелью от Ван Гога, но и с Белыми ночами, с Пинаксом. У меня передыдущая пара страниц уже заполнена именно этой акварелью, и да, она довольно сложная в обращении. Еще из технических вопросов. То, что я перешел на акварель от Ван Гога. На самом деле, я ее выбрал, потому что она все-таки по качеству намного лучше, чем Пинакс. При этом она такая же яркая, и у них довольно большая палитра. Хотя мне не хватает некоторых цветов в стиле кадмия красного, хорошего ультрамарина, поэтому все-таки часть палитры от Белых ночей я оставлю здесь тоже. Хотя, если честно, мне бы хотелось избавиться от Белых ночей у себя в палитре полностью. Но пока что я не могу позволить себе слишком дорогих брендов. Ну или, в принципе, меня устраивает качество тех оттенков, которые меня реально зацепили. Просто моя придирка к Белым ночам как раз-таки из-за того, что у них довольно плывущее, скачущее качество. И, на самом деле, в зависимости от партии, ты никогда не угадаешь, какого качества, какой светостойкости, какого подтона тебе оттенок попадется. Так что мне просто надоело гадать с ними, учитывая то, что у меня акварель довольно быстро улетает, и мне приходится довольно часто закупаться новыми кюветками, новыми тюбиками краски. Так что довольно обидно выходит, когда цвет, который полюбился, оказался в новой партии совершенно не таким. Вообще, я надеюсь, что у Ван Гога, правда, такого нет, потому что подобного рода жалоб я пока что не находила. Вот на Белые ночи от души много. Тем не менее, вот этот список цветов я у себя либо оставлю в основной палитре, либо докуплю как дополнительные цвета, которые, возможно, мне когда-нибудь пригодятся, просто потому что мне интересно, что они из себя представляют, и просто нравится, что ли. Особенно меня, конечно, интересует фиолетовый ультрамарин, потому что его обещают очень хорошо светостойким, что на контрасте с обычными фиолетовыми цветами очень заманчиво, хотя удивительно. И цвет Мокко я хочу попробовать использовать как цвет для кожи. Только не надо меня, пожалуйста, отговаривать, говоря, что он довольно темный. Меня именно это интересует. Если он будет слишком светом для меня, я расстроюсь еще больше. То, что он кроющий и белильный, меня тоже не особо смущает, так как я в палитре своей сочетаю как кроющие, так и не кроющие цвета, как белильные, так и нет. Меня не напрягает наличие высветлителя, так скажем, в цвете в любом формате. Кроме того, что какая-то вот эта мерзкая примесь в кобальте, она прям отвратительно ужасная. Иначе никак это нельзя описать. Но, например, неаполитанская желто-красная, я не помню, в ней есть белило или нет, но цвет довольно бледный. И если его с чем-то смешивать, он все высветляет. Так что работает, по сути, как белило плюс-минус. По-моему, точно также может работать цирулиум тот же самый, но я его не использую, потому что мне просто не нравится этот цвет. Собственно, также у меня в палитре присутствуют из примера кроющих и не кроющих. Это жженая сиена и железоокисная красная. Это почти два одинаковых цвета. Просто один мутный и кроющий, а второй имеет более прозрачный и желто-оранжевый оттенок в размытии. Так что цвета, конечно, почти одинаковые, но тем не менее они иногда нужны в разных вещах, в разных замесах. Так что оба имеют место быть в моей палитре. Какой-то цвет кроющий, какой-то не кроющий. Неплохо иметь оба варианта. В конце концов, применение зависит от цели. Пожалуй, по делу это все, что я хотел сказать. Поэтому я просто скажу, что такое дело, что на следующей неделе не будет видео. У меня, конечно, маленький канал, но это все-таки может принести какие-никакие проблемы. Так что буду рад поддержке в комментариях здесь. Какой-то активности по поводу акварели тоже. Обсуждение цветов, которые вам нравятся, которые вам не нравятся, которые у вас в палитре постоянно присутствуют, а почему выбрали именно их. В общем, интересно будет узнать что-то подобное. Очень жду вашего отклика и спасибо за то, что послушали этот мини-подкаст с картинками и спидпейнтом. Всем удачи, всем пока. В конце я просто покажу результат. Если хотите, подписывайтесь. И чтобы за ближайший небольшой промежуток времени меня не потерять, влепите, пожалуйста, колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok